Приветствую вас! Вы знаете, на ум, на ум невольно приходит, может быть, не совсем удачная шутка. А что, без нервов разве можно жить? То есть, что, вы хотите избавиться от нервов, не жили совсем? Как же вы жить будете без нервов? Нервы-то человеку нужны. Ну, это в любом случае шутка. Вообще, для начала надо бы, конечно, понять то, что вы подразумеваете под этим словом. Нервы. Что это для вас? Переживания определенного рода. Что это для вас боль определенного рода. А может быть и то, и другое вместе. Потому что не очень понятно, о чем идет речь. С другой стороны, сам вопрос, на мой взгляд, поставлен также неверно. Неверно, потому что от нервов вам не избавиться. Не избавиться от нервов вам потому, что они, нервы, часть нас. А нервы, это то, что является частью человека. И совершенно наивно думать, что можно избавиться от того, что является составной частью. Другое дело, другое дело, что можно понять, о чем ваши нервы хотят вам сказать. Можно понять, что ваши нервы пытаются до вас, например, донести, что они, о чем они сигнализируют вам и так далее. И это, на самом деле, очень важный момент. Не избавляться нужно, не убегать, а прислушиваться, смотреть и изучать, анализировать. И только тогда вы сможете понять, что происходит. Только тогда вы сможете понять, что действительно хотят сказать вам ваши нервы. Не просто избавиться от них, как вы сейчас пытаетесь сделать. А именно, пойти им навстречу, увидеть, что за ними скрывается, проанализировать это. И уже исходя из новых данных, скорректировать свое поведение. Что меня задевает, например. Почему меня задевает, например. Что меня волнует, например. Почему меня волнует, например. По поводу чего, например. Нервы чаще всего дают о себе знать. А по поводу чего нервы почти никогда себя не проявляют. Я имею в виду, что они действительно никогда себя не проявляют. Вы о них даже не подозреваете. Поэтому здесь нужно не избавляться, что невозможно. Здесь нужно идти навстречу. Идти навстречу, анализировать и смотреть, изучать себя. А что касается самого феномена, который, как мне кажется, имеет место здесь быть. То я думаю, почему-то, что у вас есть сценарий такой, который можно назвать, например, сценарий «не чувствуй». «Не чувствуй» или «не думай». Вот почему-то мне кажется, почему-то мне так кажется, что это именно про вас. Почему-то мне кажется, что это именно ваш сценарий. Это именно про вас история. Именно история о том, как вы не прислушиваетесь к себе. Как вы не анализируете то, что с вами происходит. Как вы не чувствуете и бежите от своих чувств. Понимаете? Вот это, я полагаю, является тем самым негативным сценарием, который у вас есть. И именно с ним я предлагаю работать. Что касается более практического, так сказать, разреза, да, то есть, что вы можете сделать уже сейчас, то техники релаксации, которые рекомендует мой коллега, «неплохая». Неплохая вещь, даже может быть очень хорошая. Проблема заключается в другом, в том, что по факту, именно по факту, самой проблемы, как таковой самой проблемы, это не решает. то есть, ваши проблемы, которые у вас возможно есть, они никуда не уйдут. Они никуда не денут ваши проблемы. Вот. Вы можете отвлекаться от них, вы можете через транс, например, заставить себя забыть о них. Вот. Бывает и такое, что люди заставляют себя забывать. Но, опять же, опять же, этот путь не ведет к решению проблемы, как таковой. И здесь, конечно, только вам решать, как вы будете действовать. Идти по легкому пути, но постоянно, всю жизнь. Или пройти по тяжелому пути, но один раз, у которого есть конец. Вот. Что делать? В этом случае, я полагаю, решать нужно только вам. То есть, в этот момент вы можете, только вы можете этот момент решить, только вы можете определить для себя, хотите ли вы действовать вот именно таким способом или нет. Только вам это нужно будет решить, никому больше. хорошо. Вот. Ну, а мы, соответственно, психологи, вам сможем помочь. В принципе, если под нервами вы, например, подразумеваете такую историю, как гнев, такую историю, как, там, вспыльчивость, или, допустим, агрессию, или, что-то еще. Вот. То, все это вполне себе решается. Все это вполне себе корректируется. и корректируется это не так уж и сложно, не так уж и долго. Эмоциями своими можно и нужно управлять, чувства свои можно и нужно направлять. Все это реализуемо. Вопрос в том, чего вы хотите. Вот. Для начала определитесь с тем, что конкретно вас раздражает. Что конкретно вызывает у вас нервные переживания. Дальше, после того, как это будет определено, подумайте, какова природа этих переживаний. определитесь глубже в себя, в свое сознание, в свое постсознание. Преанализируйте чувства. Какие чувства возникают у вас в тот момент, когда вы испытываете нервы, как вы говорите. подумайте, подумайте об этом. И после этого, после того, как подумайте, подумайте, решите, что вам делать дальше с этим. Это может быть какое-то незаконченное дело, это может быть какое-то болезненное переживание, это может быть какое-то значимое для вас событие, это может быть какой-то страх, который вы игнорируете, который вы не подпускаете к себе. Абсолютно любой страх, это история про запрет быть слабым, про запрет чувствовать, про запрет быть собой, про запрет нашей свободы, и так далее. Об этом тоже нужно как следует подумать. Вам. Да? Хорошо. И вот уже в зависимости от того, к чему вы придете, можно будет давать вам дальнейшие рекомендации. В зависимости от того, к чему вы придете, можно будет уже вам значит что-то рекомендовать. Потому это в зависимости от того, что вы подразумеваете под нервами, в зависимости от того, какая часть нервов вас напрягает, в зависимости от этого можно будет что-то вам порекомендовать, что-то сделать. Но только так. И никак и иначе. Никак не по-другому. Понимаете? Вот. Надеюсь, что это вам понятно. Вообще, судя по тому, как вы свой вопрос опубликовали, да, как вы его написали, есть подозрение, что либо вы не верите в то, что вам можно помочь, либо вы не хотели изначально проблему решать, либо вы делаете это из-за галочки. Ну, просто галочка у вас как бы есть, да, то есть вот надо, вот пообещали, там, кому-то, да, что попробуйте проблему решить, и вот собственно решайте ее. Вот. Психологам нужно больше информации для анализа. То, что вы предоставили, этого, к сожалению, слишком мало. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если здесь сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.